приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео удели внимание кошельку поговорим о том какой кошелек обязательно должен быть у вас что должно быть вашем кошельке почему определенные купюры никогда в жизни нельзя класть ваш кошелек и тогда деньги обязательно всегда будут у вас друзья очень важная ценная информация поэтому обязательно просмотрите это ведет начала до конца вы знаете денежная энергия она очень важно для каждого человека ведь от того в каком количестве она приходит чью-то жизнь зависит о какой жизнью сможет жить данный человек какие возможности перед ним открываются что он может себе позволить купить съездить как побаловать себя и свою семью но от этого конечно же зависит и уровень жизни поэтому очень важно уметь установить денежные энергии тесную связь да это непростое занятие которое требует много сил при этом как физических так и энергетических а также уметь сконцентрироваться на важном ни при каких условиях не менять выбранный путь нужно также изучать все знания которые связаны с денежной энергии а их очень немало так как собирались они на протяжении очень многих лет самое важное первым делом отпустить все сомнительные мысли и настроиться на то что деньги обязательно придут вашу жизнь что их у вас будут столько сколько вы пожелаете это поможет вам открыть и настроить денежный канал а денежные потоки движутся всегда в направлении самых сильных мыслей поэтому начинаете прямо сейчас развивать свое мышление в этом направлении вы не должны думать о том что у вас не хватает денег вы не должны думать о том что они обходят вас стороной вы не должны думать и о том что вы никогда не получите большие деньги в свою жизнь ну во первых потому что мысли материальные отправляя такие необдуманные посылы во вселенную вы именно то и получите о чем так яростно думаете а во вторых если сидеть и думать что денег у вас не будет ничего не предпринимать для того чтобы они появились то таким же образом они смогут к вам прийти вам нужно создать для себя план по которому начать действовать если у вас на данном этапе не столько денег сколько вам бы хотелось значит нужно найти дополнительный заработок изменить работу на более высокооплачиваемую не бояться перемен ведь те кто боятся перемен никогда не смогут притянуть в свою жизнь что-то новое и более интересное разнообразная чем есть сейчас поэтому всегда нужно идти только вперед не возвращаться назад чтобы потом не жалеть о том что были возможности но они остались не использованными деньги приходят к тем кто умеет их привлекать умеет располагать теме которые есть в его жизни не влезать в долги и кредиты так как таким действием вы показываете что не готовы принимать их в своей жизни так как вы не знаете как с ними обращаться но при этом не стоит зацикливаться на деньгах вы должны их желать но делать это нужно спокойно без лишних эмоций разочарований если не получается сразу привлечь продолжайте если получается притянуть даже маленькие суммы будьте за это благодарными так как только умеющий излучать благодарность способен получить намного больше деньги любят когда их уважает для этого не стоит лениться когда они попадают к вам в руки нужно пересчитать разложить по возрастанию чтобы лица на купюрах смотрели все в одну сторону а есть также если вы видите что где-то замятый уголочек выровняйте его не должны быть сложны как попало и в кошельке должно быть отделение для мелких купюр отделение для крупных купюр отдельно для монет и конечно же для денежных талисманов которые будут помогать вам приумножать денежную энергию которую вы сможете притянуть не стоит засовывать деньги в карманы штанов пиджаков рубашки так как такое неуважение сможет оттолкнуть от вас денежную энергию так как если вы так поступаете значит вы показываете что у вас на нее нет времени а значит она ощутив это не придет вашу жизнь ведь для него приходить туда зачем приходить туда где тебя не ценят также стоит посещать места в которых находятся вещи предметы которые притягивают деньги это могут быть например какие-то дорогие магазины зайдя в такой магазин вы отправляете посыл что желаете получать столько денег чтобы у вас была возможность приходить в такие места тогда когда вы только этого пожелаете стоит окружать себя и успешными людьми которые будут показывать не только пример вам к чему стоит вам стремиться но и вы будете от них подпитываться сильной энергетикой а также денежной энергией ведь таких людей эти энергии окружает в большом количестве а вот от людей которые любят постоянно себя жалеть рассказывать о том что счастье не в деньгах что они вообще им не нужны но тем не менее они переживают о том что их постоянно у них нет стоит держаться подальше так как такая категория людей способна не только перекрыть доступ денежной энергии к вам притянув разрушительный негатив но и отобрать у вас то что вы уже имеете в своей жизни если такой человек будет вхож в ваш дом то принося в него постоянно излучаемый негатив данный человек не только нарушит энергетику вашего жилья но и притянет него денежные проблемы вместе с этим всем собьет вас из правильного пути вернуться на выбранный путь вам будет уже непросто поэтому пусть такие люди лучше находятся в стороне и не распределяют свои проблемы и энергии на тех кому это вовсе не нужно не давайте свои деньги в долг так как таким образом вы не совершаете хороший поступок а приносите вред при этом как себе таки тому кому вы их даете вы показываете денежной энергии что у вас ее слишком много что вы можете давать деньги так как они лишние и какой-то период вы без них можете обходиться конечный итог такой ситуации для вас будут разные но в любом случае неблагоприятный вы лишитесь значительного количества денежной энергии из-за чего то что вы могли себе позволить уже не будут на таком уровне и вам придется уменьшить свои траты на походы поездки может быть и так это достать змея для того чтобы справиться с накопившимися проблемами также может быть и такой вариант что денежная энергия которую вы одолжили просто больше к вам не вернется а значит данный человек не отдаст вам долг что ко всему у вас еще и очень расстроит вы можете притянуть негативные энергии и эмоции а также испортить отношения с данным человеком давая деньги в долг вы отбираете данного человека возможность когда-либо притянуть денежную энергию в свою жизнь так как если он может их одолжить то для чего ему прикладывать усилия чтобы изменить свое финансовое положение и научиться притягивать денежную энергию также вы ставите данного человека не на его жизненный путь то есть самостоятельно сбиваете его ведь он должен уметь управлять своей жизнью а это за него делаете вы к сожалению есть еще и такой вариант что люди которым помогаешь в таких вопросах не ценят такое отношение они завидуют большинстве случаев и считают что денежная энергия должна быть в их жизни они у того кто эти деньги дает считают что данному человеку они не нужны в данную минуту поэтому считают что можно их не отдавать такой момент негативные мысли притягивает к людям негатив и перекрывает не только их жизненно важные энергетические каналы но и лишает их здравого смысла недаром наши предки передали нам одно учение которое звучит так если желаешь потерять близкого человека хорошего знакомого просто возьми и одолжи ему свои деньги такие действия меняют людей поэтому не стоит все-таки рисковать чтобы не сожалеть о том что это может вернуться именно для вас нужно радоваться полученным деньгам правильно это не бежать сразу в магазин и тратить их это принести домой пересчитать поблагодарить положить по центру стола и при этом восемь раз поговорить такие слова как я рада что эти деньги в жизнь мою пришли посыл благодарности отправляю еще приходите радостью жизнь мою наполните утром положите в то место где лежат ваши сбережения если они переночуют таким образом вы сможете обязательно приумножить денежную энергию в свою жизнь благодаря чему деньги в следующий раз поступят в большом количестве это может быть как премия выгодная продажа таки предложения хорошей подработки также дом в которой вы приносите деньги напитывается денежной энергией а вы знаете что энергия которая где-то обитает притягивает к себе такую же энергию только уже в большем количестве после проделанного вы можете тратить их как пожелаете и на что вы пожелаете делать это с удовольствием отпускайте деньги с легкостью не забывайте о том что денежная энергия должна находиться в постоянном движении а если этого не будет происходить а вы то и делать что будете только копить а когда тратите не вы не получаете удовольствие что вы делаете вы расстраиваетесь вы потеряете в результате все и это опять же приведет вас к безденежью люди зарабатывают деньги для того чтобы они давали им какие-то определенные возможности для каждого они свои и одновременно притягивали энергии счастья которые будут помогать вам становиться энергетические сильнее и намного успешнее немаловажным в общении с денежной энергией является и место где мы переносим деньги а это их домик то есть их кошелек с ними также связано много учений народных примет если кошелек подобран не по правилам то деньги никогда не придут в него в нужном количестве никогда не не экономьте на кошельке он должен быть из натуральных материалов таких как кожа может быть лакированная кожа замш если выбираете кошелек из ткани также убедитесь что в ней нет синтетики так как синтетика не только будет блокировать поступление денежной энергии в кошелек но и притягивать к вам негатив так как это такое свойство синтетики которая способна его притягивать кошелек нужно подбирать также и по цвету так как разный цвет с помощью денежной энергии будет привлекать к вам определенные энергии которые помогут вам также параллельно добиться того о чем вы мечтаете и окружить себя в этот момент тем чего вам не хватает например счастьем уверенностью любовью успехом благополучием в кошельке никогда не должно быть дыр если они там будут то деньги будут уходить а денежные проблемы будут только при умножаться и на ней не должно на нем быть и потертости изъянов повреждений так как это все так же будет притягивать проблемы с деньгами нехорошие ненужные энергии которые будут мешать вам жить счастливой жизнью хорошо если в кошельке будут денежные талисманы такие как фасоль корочка апельсина лавровый лист кора дуба кусочек веточки можжевельника рыбья чешуя листок мяты палочка корицы монета при этом это может быть и старинная такие обычная но которую вы почувствуете на энергетическом уровне это может быть купюра с особенным номером из подаренных денег возможно из первой зарплаты заключение сделки крупной продажи или же то которую вы подберете для себя персонально высчитав ее по дате рождения по счастливому номеру и так далее но ни в коем случае в вашем кошельке такой купюры для привлечения денег не должна стать выигрышная то которую вы выиграли в споре в рулетке в лотерее так как это временная удача такая купюра будет вашу жизнь притягивать соответственно все временно и она имеет не такую положительную энергетику как вам это может показаться на первый взгляд наоборот у нее к сожалению тяжелая энергетика так как она получена в том месте где многие проигрывают где многим не везет такие люди расстраиваются огорчаются излучает при этом такие сильные негативные энергии а в это все вместе получаете с такой купюрой не стоит удивляться и тому что вместе с такой купюрой вашу жизнь придут недопонимания с окружающими людьми вы больше не будете покорять новые вершины так как важные для этого энергии перестанут поступить поступать вашу жизнь ведь энергетика данной купюры будут это все блокировать могут начать начаться и проблемы в семье ссоры размолвки скандалы такая купюра способна притягивать вместо денежной энергии постоянные денежные проблемы и как результат и вовсе безденежья а вселенная не будет вам ни в чем помогать почему а потому что увидит что вы отправляете к ней посыл легких денег а значит вы не готовы трудиться проявлять усидчивость успешно что-то строить и притягивать чтобы что-то получить а она не любит таких людей не любит и ленивых поэтому и результат будут совсем не таким как вы можете этого ожидать также если эта купюра полученная в споре человек который вам ее будет отдавать отдаст вместе с ней негативный посыл который вы соответственно примите вместе с ними вашу жизнь придут различные неприятности которые будут тянуться чередой неудач и вам с ними будет очень непросто справиться для то чтобы купюра притягивала денежную энергию помогала вам разбогатеть запомните раз и навсегда она должна быть заработана только честным путем по-другому это купюра не денежная а такая что будут создавать вам неудобства вы начнете терять все то чего могли добиться а ваши любые начинания будут безуспешными также никогда в свой кошелек не ложите купюры деньги которые вы одолжили у кого-то вне зависимости это вы в банке одолжили или вы одолжили у своей подруги никогда одолжены деньги нельзя потому что они имеют другую энергетику для этого возьмите конверт и склад сложите их туда но никогда не в свой кошелек то же самое касается и кредитных карточек очень часто бывает то что открывает женщина кошелек а у нее в карточке календарики и все все что можно и не можно пересмотрите пожалуйста помните о том что кошелек первую очередь это был придуман создан для привлечения денег чтобы деньги понимали знали на энергетическом уровне что это их здесь место что их здесь ждут а когда у вас кошельки и ключи и мобильный телефон и кредитные карты всевозможные дисконтные карты календарики записочки квитанции и так далее и так далее знаете у вас никогда к сожалению не будет денег а те деньги которые будут приходить и будут появляться они просто нам все будут исчезать испаряться помните пожалуйста об этом вот такими друзья важными советами мы хотели сегодня с вами поделиться прямо сейчас ставьте лайк этому видео это ваша благодарность нам таким образом у нас не происходит энергообмен друзья в комментариях напишите я привлекаю деньги в свою жизнь истинно да будет так и пусть вселенная вам поможет и при умножит напишите возможно вселенное письмо в комментарии к этому видео попросите то что вам нужно и важно на данном этапе но друзья прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ пока мы записываем следующее видео обязательно зайдите на наш канал и вы увидите у нас очень много интересной информации